Если все же вас задержали, вы должны знать, что задержание начинается не с момента, как вас привезли в участок, а с момента ограничения вашей свободы. Как только вас посадили в машину и повезли, вы просите зафиксировать время до минуты и более трех часов без предъявления вам обвинения вас не имеют права держать. Более того, отпуская вас, вам должны выдать справку о том, что вы были задержаны и о том, что у вас не обнаружены состава преступления и вы отпущены. Если все-таки по какой-то причине состав преступления будет в ваших действиях найден, то граничный срок задержания – это 72 часа. При этом вы имеете право использовать свой звонок, который законодательно за вами закреплен, и родственникам, которые имеют право от вашего имени обратиться за адвокатом. Кстати, не забывайте сами, что как только вы находитесь в участке и вас обвиняют в уголовном преступлении, вы требуете адвоката, и без адвоката вы не даете никаких показаний. Для чего это нужно? Во-первых, у вас есть время для того, чтобы подумать, немножко успокоиться, собраться силами, потому что это стресс и это тяжело. Во-вторых, вы будете использовать даже государственного адвоката, который зачастую настроен против вас, которых вам предоставляют, чтобы они знакомились с материалами дела и не просто знакомились, а снимали копии. Копии снимать можно тремя вариантами. Первый вариант – это самый простой. Вы делаете фотокопии. Это опять-таки прописано в законодательстве. С момента, как был фотоаппарат, до момента, как у нас появились камеры в телефонах, в законодательстве ничего не поменялось. Соответственно, вы имеете право просто телефоном сфотографировать каждую страницу материалов дела. Второе – это можно делать в выписке. То есть, вы имеете право сесть и спокойно, попросив листик и ручку, полностью переписать свое дело. Зачастую это одна-две страницы, но вы будете понимать каждую букву написанного или сможете потом получить консультацию в отношении своего открытого дела, чтобы понять, по каким основаниям, какие есть доказательства, в соответствии с какими законодательными актами это дело открыто и что именно вам инкриминируется. Дальше. Если во время задержания или во время проведения следственных действий опроса-допроса к вам переменялись незаконные действия, насилие, психологическое давление, на протяжении трех часов вас не выпускали ни в туалет, вам не давали пить, а вы в обязательном порядке пишете жалобу в прокуратуру или, если это участок полиции, на вышестоящее руководство о том, что против вас были применены незаконные действия. И существует целый ряд мер, которым будут подвергнуты те лица, которые эти действия осуществляли. Зачастую активисты находятся в органах власти не по одному человеку. И вы можете помочь друг другу, вы можете использовать показания друг друга в качестве свидетельских, где ваш, скажем так, сосед по горю может сказать, что действительно, человеку выворачивали руку, действительно, нам не давали пить, действительно, нас не выпускали в туалет и так далее. То есть, даже если вы не знакомы, но вы сидите рядом в участке или вы сидите рядом в автозаке, пожалуйста, обменивайтесь контактами, обменивайтесь фамилиями, именем, отчеством и так далее, для того, чтобы у вас в дальнейшем была возможность в обязательном порядке подтвердить свои показания, чтобы люди, которые применяют насилие, ответили за свои действия. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.